Новая встреча по старой, но актуальной проблеме состоялась в минувшее воскресенье строго по расписанию. В 12.30 круглый зал Брестского горосполкома собрал всех желающих и неравнодушных к вопросу проведения местного референдума по работе завода аккумуляторных батарей. Правильность сказать по его неработе. Конструктивную беседу с активистами вел председатель Брестского райисполкома Владимир Синчук. Обсуждались важные вопросы, которые помогут организовать референдум правильно и в достаточно сжатые сроки. Было предложено неравнодушными людьми три варианта проведения референдума. Первый вариант на территории только Тельминского сельсовета. Второй вариант на территории четырех сельских советов в радиусе 10 километров вокруг аккумуляторного завода. И третий вариант прозвучал, чтобы провести референдум только после того, как будут устранены выявленные замещания по организации работы завода. Поэтому все эти три предложения мы зафиксировали и предложили людям организовать инициативную группу, которая будет работать в контакте со специалистами райисполкома для того, чтобы уже прийти к какому-то однозначному варианту. По наполненности зала было видно, что людей, которых волнует вопрос быть или не быть аккумуляторному заводу, много. Внести свои предложения, выразить свой взгляд на проблему пришли неравнодушные люди, а это порядка ста обеспокоенных человек. Встреча с властями длилась около двух часов и за это время успели поговорить о многом. Но главное, жители областного центра и его окрестностей настаивали, что до устранения существующих нарушений, подтвержденных документально, решать вопрос с референдумом нельзя. Референдум это хорошо, мы же хотели эту референдум еще раньше привести. Никто от этого не отказывает. Только вначале нужно разобраться, потому что опасен или нет. И вот давайте, когда разберемся по этому, тогда и проведем, как можно быстрее, конечно. Представители власти на встрече старались выслушать и понять точку зрения каждого. Важно было решить волнующие обе стороны вопросы. К слову, активисты не только спрашивали, но и предлагали. Прежде всего я шел на него для того, чтобы обозначить несколько проблем, которые есть перед проведением референдума. Чтобы была возможность проведения агитации свободной, чтобы люди могли собраться, высказаться как за этого вопроса или против. Чтобы не было препятствий именно с юридической точки зрения, не было никаких инфраструктурных, юридических препятствий для свободного волеизъявления. Ну, настроение властей, скажем так, пока обнадеживает. Я надеюсь, что все-таки этот референдум в районе состоится. Будет он в одном сельсовете или в нескольких, это уже покажет. К этой встрече люди подготовились основательно и в своих выступлениях показывали четкую позицию. Заводу аккумуляторных батарей категорическая нет. И вот здесь есть поддержка администраций – районной, городской, областной. Мы видим, что с каждой встречи более конструктивно поступают предложения от населения. Если раньше просто можно услышать было возмущение или недовольство, то сегодня люди уже, многие выступающие, вносили предложения конкретные для того, чтобы решить интересующих их вопрос. В данном случае, чтобы на территории района не было вредного производства. То же самое и мы за то, чтобы Брестский район имел возможность, люди на территории района жить в безопасных экологических условиях. Референдум должен пройти с соблюдением всех законодательных норм после президентских выборов. По итогам встречи из числа активистов будет сформирована инициативная группа по проведению местного референдума в ближайшее время. После этого стороны перейдут от обсуждений к конкретным действиям.